Как быть в главном отношениях? Как говорил Карл Юнг, там, где есть власть, там нет любви. С утопической, несколько идеализированной точки зрения, отношения должны быть равными. И цель этих отношений должна состоять совсем не в поддержке, не в заботе, а в том, чтобы вы, как две зрелых личности, которые уже способны опираться на самого себя, способствовали личностному росту друг друга. Когда мы говорим про отношения неравных, в которых один человек властвует, а второй подчиняется его власти, то это, как правило, отношения созависимые. Причем в равной степени зависит как человек, который подчиняется, так и человек, который управляет. Созависимые отношения очень часто получаются в результате союза двух еще незрелых эмоциональной личностей, которые строят на самом деле эти отношения не с реальным партнером, а, как правило, со своими какими-то проекциями и образами, которые он вешает на этого партнера, не видя за ним реального человека, с которым он в отношениях. И мы обычно ставим в себе вот такие отношения, в которых один главный, как правило, ну это я, да, главный, там, вот, как самоцель, то есть мы хотим прийти к этим отношениям, объясняю почему, потому что считаем, что она в них будет безопасна, просто за счет того, что раз я главный, я управляю, я контролирую, соответственно, этот человек, мой партнер, от меня, ну, особо никуда не денет, и как бы я попадаю в какую-то мнимую безопасность, но по факту попадаю в точно такую же зависимость от этого человека, как он попадает в зависимость от меня. И, внимание, концентрируюсь на том, чтобы власть свою удерживать. Когда твой фокус внимания в отношениях направлен на то, как мне стать главным, как мне удерживать мою власть в этих отношениях, что происходит? Вместо того, чтобы работать с тем и направить внимание внутрь себя, пытаясь выяснить, почему же мне важно быть главным в отношениях, что же такое я пытаюсь контролировать и чего я пытаюсь избежать за счет своей власти и своего контроля. Вместо этого ты спускаешь эту энергию и возможность понимания вот этой причины и решения самой вот этой причины, чтобы в дальнейшем тебе было, ну, в принципе, не страшно строить близкие отношения и избавиться от стремления контролировать. Ведь это же огромное напряжение, тем более мы говорим о втором человеке. Отношения зависят на 50% от твоего партнера, и, в принципе, здесь все удержать под своим контролем нереально. И потому всегда есть некая угроза. Ну, так вот, куда полезнее было бы здесь направить фокус внимания именно на рефлексивные вопросы, те, которые я перечислила ранее, то есть почему мне важно быть главным, чего я боюсь и чего я пытаюсь избежать контролируя всего, все это. Чтобы однажды прийти именно к тем зрелым отношениям, в которых и ты сможешь расти, и твой партнер рядом с тобой рос и развивался. Ведь очень многие отношения разваливаются, потому что партнер вырастает, да, из другого партнера, то есть их интересы расходятся, а, может быть, ценности меняются просто в силу того, что один развивается, а второй нет. Ведь не нужно много ума, чтобы стать главным в отношениях, чему так многие пытаются нас научить. Но нужно очень много осознанности и эмоциональной зрелости, чтобы смочь сблизиться с человеком, который тебе не подчиняется, и о котором ты знаешь, что он может в любой момент уйти просто потому, что это свободный человек, а не тот, который от тебя зависит. Вот это уже сложнее, чем просто быть главным в отношениях.